Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире канал 16 передачи «Актуальное интервью» и в гостях у меня Анна Виноградова, руководитель волонтерского центра «Радость моя» и Наталья Хрункова, руководитель швейной мастерской. И сегодня мы поговорим немножко о помощи нашим воинам в участвующем в специальной военной операции. Анна Юрьевна, первый вопрос к вам. Хочется немножко проанонсировать мероприятие, которое проходит под эгидой волонтерского центра, приуроченное к Пасхе. Вот если можно коротко проанонсировать, в чем заключается акция и как в ней поучаствовать. Мы всегда весной проводим, сначала у нас идет подготовительный этап, а потом уже на Пасху мы проводим все мероприятия. Пасхальные дни милосердия, и в ней у нас две основные программы. Это поддержка семей с детьми, у которых есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья, и поддержка заключенных. Часто эта тема очень звучит, когда мы собираем что-то специально для тюрем в Нижегородской области. Что такое подготовительный этап? Подготовительный этап – это всегда сбор тех средств, на которые мы будем проводить мероприятия. Это у нас домашние поздравления с детей с инвалидностью, праздник. Для них в этот раз мы постараемся все-таки сделать большой праздник, от которых отказывались мы в период пандемии. Сейчас мы постараемся этот праздник вернуть. Это обязательно их подарки для них, это передача или поездки в детские дома. У нас два детских дома, плюс еще реабилитационный центр в Ельниках. То есть те средства, которые собираются по акции, они идут именно на это. Как принять участие в этой акции, если кто-то из наших телезрителей захочет помочь и куда обращаться? Традиционно мы встанем в торговые центры на сбор средств, наши волонтеры встанут. То есть мы всегда встаем в три торговых центра. Если ничего не изменится, то это торговые центры «Атом», «Куба» и «Плаза». На первом этаже стоят наши волонтеры с баннерами «Пасхальные дни милосердия». Можно сделать свое пожертвование. Кроме этого, у нас работает наш расчетный счет храма всех святых. Вот так же, как мы собираем поддержку нашим воинам, будет на расчетный счет сбор. Только будет другое кодовое слово, чтобы разделить потоки. Кто-то хочет поддержать инвалидов, а кто-то хочет поддержать воинов. То есть чтобы мы развели эти потоки. Но помимо этих сборов наличными, я так понимаю, будет та же самая история, о которой мы с вами недавно говорили, про QR-коду. Это оно и есть. Это вот именно сборный расчетный счет, он идет по QR-коду. В принципе, все люди, которые владеют вот этой технологией Сбербанк онлайн, любые другие онлайн-программы других банков через телефон, это сделать очень просто. Друзья, не проходите мимо, когда увидите волонтеров, которые будут собирать средства. Можете воспользоваться своим сотовым телефоном, отсканировать QR-код через приложение банка. И, соответственно, та сумма, которую вы укажете, поступит на средства храма всех святых и пойдет на благое дело. Потому что часто бывает мало налички у людей с собой, а они хотят сделать больше взнос. Поэтому можно по наличке, а можно по QR-коду, что какую-то сумму. Давайте поговорим о непрекращающейся работе Центра по поддержке наших воинов, участвующих в специальной военной операции. И вот у нас тут много разного реквизита. Вы упомянули, что волонтеры очень сильно вовлечены. И я хочу, чтобы вы немножко рассказали об истории возникновения. Вот и, может быть, швейной мастерской. И вот Наталья, может быть, что-то нам добавит, да, в плане уже непосредственно того, что у нас на столе лежит. Вы знаете что, вот я бы даже вернулась к весне прошлого года. Весной прошлого года наш волонтерский центр, он вышел в администрацию с предложением собирать средства для помощи военным. Вот, тогда был первый опыт. У нас еще не было QR-кода. Нам сказали, давайте создавайте QR-код. То есть мы осваивали эту технологию. И вот в июне прошлого года было собрано полмиллиона рублей, которые были потом использованы на закупку к осени теплой одежды для наших воинов. Вот, это был такой первый опыт. А когда мы увидели, что пошла мобилизация, что это все, это специальная военная операция, она будет длительной, когда это все осознали и поняли, ну, уже получилось, что нужна эта поддержка постоянная. Вот, именно тогда вот у меня, как у руководителя волонтерского центра, ну, я вот искала, какое направление можно развивать, начинать. И мы познакомились тогда с движением «Золотые руки ангела», которая уже работала в Дивееве примерно два месяца на тот момент, или даже три месяца. Мы поехали к ним в гости, узнали их опыт, написали об этом в своем православном Сарове. Это на сайте вышла информация, потом у нас, по-моему, две статьи вышло. И мы стали собирать тех женщин, пригласили, которые хотят у нас в Сарове этим заниматься. Вот как раз вот это дело тогда у нас и началось. И очень хорошо это получилось, потому что, когда стали создавать швейную мастерскую, естественно, нужны были единовременные затраты. Вот сначала, когда начинаешь дело новое, да, кажется, ну, вот все так просто, ну, у нас есть помещение, да, оно было, кстати, недоремонтировано, но об этом даже вот сначала в голову даже не приходило. Вот, ну, главное, тепло, светло, хорошо, просторно, есть мебель, которую можно поставить. Мы даже думали, что мы будем использовать те старые бытовые машинки, но уже бывшие в употреблении, которые нам люди приносили. У нас их, ну, сколько-то штук там было. А когда познакомились ближе, когда уже вот вошли, стали входить в эту тему, мы увидели, что это все не так-то просто. И вот тогда как раз вот у нас после первой нашей сбора у нас вот всех, кто откликнулся на статью, плюс Наташа, она еще раньше ездила в Дивеево, мне ее телефон там дали. Вот, они все пришли на это собрание, стали обсуждать, как и что. И была мысль сделать дополнительный производство. То есть не шить носилки, которые уже шьет хорошо Дивеево, у них все на поток поставлено, а, например, шить подсумки для этих носилок, потому что это как бы, ну, работа, мне тогда показалось, более простая. Сейчас я понимаю, что она далеко не простая. Может быть, это кажется... Там другая еще немножко сложность. Да, там Наташа потом расскажет об этих всех вещах. Они в Москве заказывали. В Москве волонтерские центры, которые отшивали эти подсумки, они присылали их в Дивеево с ДЭКом. А с ДЭК у них находился в Арзамасе, и вот такая логистика сложная. И мы предложили вариант шить подсумки. Ну, чтобы исключить вот это плечо, расстояние. Да, да, да. То есть у нас была мысль именно как бы вот создание такого, ну, партнерства, что ли. И в то же время мы, когда начинали, мы даже подумали, что, наверное, мы не будем «Золотые руки ангела». Хотя вроде клич-то бросили, да. Потому что как? «Золотые руки ангела» они средства собирали у себя в Москве, как бы аккумулировали, а потом по филиалам закупали сами материалы и по филиалам распределяли эти материалы. То есть люди на местах, они даже не связывались с этим, они получали материалы, просто шили по технологии. Единственное, что они искали помещение, искали технику, на которой шить. Вот. А мы подумали, ну, мы будем шить другое, поэтому мы как бы не «Золотые руки ангела». Но все-таки настолько у нас вот получилось, ну, вот в процессе уже была такая крепкая связь с этим движением, и они сами стали менять свою технологию работы. Вот. Что в конце концов все равно у нас получилось так, что мы, у нас создалась мастерская «Золотых рук ангела». Наталья, у нас вот представлены множество различных, как это правильно сказать, изделий, да. Множество изделий, которые вот производит пошивочная мастерская. Вот, если можно, немножко хотя бы детали о том, почему именно эти вещи, да, вот. Здесь у нас, значит, то, что мы шьем. Ну, во-первых, самые актуальные были вот флисовые шапки, которые мы отшивали ребятам. Они актуальны и сейчас, потому что там еще холодные ветра. Вот. Зимний вариант у нас – это были наши балаклавы. Они у нас несколько видов. Вот такая сеточка удобная для дыхания, вот мы делаем. Вот. Либо просто тепленькие такие балаклавки из флиса. Да, это все идет постоянно ребятам. Это сохраняет их тепло, но в то же время, ну, постоянно кто видит ребят по телевизору или где-то, они всегда все находятся в балаклавах. Вот, ну да. Самым основным, наверное, самым востребованным сейчас предметом использования или там изделия – это являются вот пятиточечники, которые служат как для удобства сидения, так они раскладываются достаточно широко. То есть это такой матцы от своеобразной лежанок. Да, вот он такой лежак, он больше метра раскладывается, туда может спокойно человек лечь и положить спальник, например, на него. Да, либо если, например, у нас там ребята есть снайперы, есть ребята, которые находятся очень долго, охраняют объекты, можно и под ноги положить, чтобы ноги не мерзли. То есть функции разные. Есть вот Дивеева, золотые руки ангела, отшивает вот такой, например, вариант. Он вообще небольшой, но тоже очень удобно. Здесь вот присел человек, спина, все защищено. Всегда удобно, всегда можно его снять, разложить. Ну и новиночка вот наша сейчас, вот мы разработали наши девочки-волонтеры, вот такую жилеточку. Они теперь вот под куртку, под любую одежду военным. Очень удобно жилетке тем, что рукава, которые находятся в куртке, они остаются открытыми и движения не сковывают. Вот. И когда будет уже более, ну, жаркая погода, ну, можно будет его и на футболке, и на водолазке, то есть спокойно одевать. Это сохраняет тепло, там очень большие ветра, говорят. То есть модели пополняются. Вопрос, у меня вопрос по самой мастерской, ведь это же труд ни одного человека, то есть вот поэтому вопрос, а сколько сейчас человек занят на этом производстве? Знаете, у нас настолько вот разное количество людей приходит. Мы порой, бывает, что вот человека три сидят, девочки работают, да, порой посадить даже некуда. Но работа все равно находится всем. Вот. Анна Юрьевна предоставила нам помещение, и в помещении там три комнаты. Одна комната у нас сложат для, как бы, склада материалов, для раскроя что-то из ситца, изделия, вот, медицинские трусы, пеленки, косынки медицинские краятся, просто трусы военным краем. Это вот такой отдельный у нас склад, и те, которые не умеют шить, они, в принципе, очень хорошо помогают там, потому что разложить вещи, погладить эти ткани, которые люди принесли. И нам очень много принесли ткани вообще. Люди, не умеющие шить, могут принять участие, оказать помощь, хотя бы просто гладить, хотя бы просто кроить. Потому что начертить по образцу – это вообще достаточно легко. Ну вот помимо изделий, да, вот я вижу у вас множество открыток, и, может быть, поподробнее. Я так понимаю, что это какое-то детское творчество. Да, это нам передали. На 23 февраля. Ну, открыток нам, и писем приносят очень много, очень разные организации, школы подключились активно. Сначала мы просили родителей и детей, чтобы нам писали, а потом вдруг вот все включились, и все поняли важность этих писем. Особенно, когда стали по телевизору, в новостях, в передачах показывать, как военные читают, плачут эти писем, как их трогают детские слова. И люди стали, сначала были простенькие письма, а сейчас уже, вот смотрите, какая красота вот у нас идет, да. Вот, тишки делают, здесь вот послание, дорогие наши защитники, поздравляем вас. Радмир, вот садик номер 8, 8, Саров, мальчик написал. Или вот такая вот красота, вот оформленная, да, замечательно, просто я считаю. А вот тут вот вообще необычное такое послание. С шоколадкой. С шоколадкой. Сладкий подарок для военного. Мы все это обязательно передадим ребятам. И вот как раз хотелось бы, да, в завершении передачи поговорить о том, а как же это все доставляется туда, да, и как это все попадает к нашим воинам, и как это все организовано. Можно я тут немножечко скажу, да? Да. Вот смотрите, у нас еще осенью, параллельно с мастерской, по просьбе администрации, был создан общегородской пункт сбора помощи для военных. Вот на нем очень много аккумулируется всего. И в том числе, как бы, и то, что делает швейная мастерская, вот. Кстати, в вашем движении «Золотые руки ангел» еще делаются окопные свечи, тоже это большая доля посылок. А в окопные свечи там вкладываются и шерстяные носочки, и просто шерстяные носки. Кстати, в городе было отвязано уже порядка двух тысяч пар, я даже думаю, больше, наверное. Просто не все через нас проходит. Вот шерстяных носок очень много женщин прям активно вязали. И из той шерсти, которую покупали сами, и той, которую мы выдавали нам вне, помогли приобрести шерсть. И люди принесли очень много клубочков, какое только что дома было. И вот из этого всего отвязывались шерстяные носки. То есть вот все это вкладывалось. Но как это отправляется? Вот тут, конечно, опыт ведь ни у кого никогда не было. Например, вот второй пункт сбора, Шверника 11, они отправляют на Нижний Новгород через Дом народного единства. Это организованное губернатором нашим движение, да. И там уже логистику отвечают они там в Нижнем Новгороде, смотрят, что, куда и как. Определенные позиции просто со всех мест собирают, и там уже отправляют. У нас здесь немножечко по-другому. У нас вот именно опыт таких, сказать, как сказать, отправок от инициативных групп. В городе есть инициативные группы неравнодушных людей, которые сами хотели вот помочь воинам. И собирали машины, отправляли. И мы присоединялись к этим отправкам тоже. То есть в эти отправки дополняли что-то свое. То есть буквально вот идет машина на Мелгородскую область, очень много туда собирает, например, работники в НИЭФ, просто люди, услышавшие об этом. И плюс еще с нашего склада туда что-то дается. Кроме того, есть еще, может быть, такие неглобальные отправки. Это когда к нам приходят добровольцы. И сначала мобилизованные, но мы захватили хвостик, конец мобилизации, а дальше уже пошли добровольцы. То есть военкомат их к нам направляет. И мы стараемся им дать все, что у нас вот только есть, что им может пригодиться. И ребята, конечно, уходят довольны, они чувствуют нашу поддержку. Скажи поподробнее. Да, они приходят от военкоматов очень много. Спасибо, что направляет военкомат. И ребята даже многие не знают, что мы можем оказать достаточно посильную помощь. Получают медикаменты, то, что люди передают. Получают продукты, если им нужно, из одежды, носки, даже вот нижнее белье, теплое белье. Они сами могут посмотреть, что им нужно. Те же самые балаклавы, пятиточники, жилетки, стропы, носилки. Все, что нужно, мы все им выдаем и собираем. И они уходят достаточно в таком хорошем, бодром состоянии расположения духа. Обнимаем каждого, каждого желаем теплые напостные слова. И обязательно передаем вот эти письма им с собой, потому что они едут уже туда, где ребята долго уже находятся в боевых действиях. И вот эти вот маленькие весточки от наших детей и от наших взрослых даже. Бывает, женщины пишут, как мамы. Может быть, про отправку я знаю, была история, связанная буквально со срочным сбором необходимых оборудований. Я бы хотел, чтобы наши телезрители о ней узнали. Да, это был вот самый ближайший сбор, самая ближайшая отправка. 10 февраля она состоялась. Здесь она состоялась посредством сбора внефовских сотрудников. Там есть на постоянной основе регулярно собираются помощи для военных. А потом подключились мы, потому что я позвонила организаторам и говорю, мы готовы присоединиться, что нам нужно сделать, какая помощь нужна. Вся наша продукция, все, что мы делаем, все, что собрано нашими людьми с большими сердцами, с теплыми, горячими душами, спасибо вам огромное, все было передано вот туда волонтерам и непосредственно будет доставлено ребятам на передовую, именно в руки, именно тем, которым очень нужны, которые нуждаются. Но в этот раз отправка, это всегда у нас происходит отправка, мы всегда отправляем все, что приносит, с большой душой. У нас схват просто сразу пустой становится, мы ничего не задерживаем, не откладываем на потом, максимально стараемся загрузить и отправить. Нужда всегда есть. А в этот раз, утром, в день отправки, в день, когда машина должна встать на погрузку, за три часа буквально до погрузки, мне звонит жена военного, которая находится непосредственно в зоне боевых действий, говорит, «Вы знаете, очень срочно нужна помощь нашим ребятам, потому что им нужен дизель-генератор, нужны бензопилы, нужны лопаты, гвозди, они стоят, у них там этого ничего нет, а это надо срочно». Вы сможете как-то оказать? Я сначала так растерялась, я говорю, ну давайте попробуем. И в процессе, когда я связалась непосредственно с этими военными по контакту, который предоставила жена, и выяснила список потребностей, я сначала очень даже сильно растерялась, я думала, мы не осилим. Но надо собраться было, я подключила организаторов из МНИЭФа, Ольга, она, это просто невероятные силы, души, человек, она сказала, мы это сделаем, мы справимся, соберись, и надо включаться. И отдельно я хочу выразить очень большую благодарность, наверное, Пустынниковой Ларисе Валерьевне, администрации нашего города, она департамент молодежи и спорт возглавляет, она нам очень хорошо помогает, и я с ней сразу же связалась, мы с ней обсудили возможности, возможность использовать средства с нашего расчетного счета для закупки дизель-генератора, как оказалось, он стоит около 100 тысяч рублей, и это такая редкость, что люди искали где-то в течение трех недель такие дизель-генераторы, их не найти. Мы нашли дизель-генератор, который находился в Дзержинске, и так как машина в этот день грузилась, и вот нужно было что-то такое придумать, чтобы из Дзержинска в течение шести или там восьми часов этот дизель-генератор должен был оказаться в Сарове. И у нас вот пошла цепочка логистического вот этого решения вопроса. Я пыталась подключить и Нижний Новгород, и другие варианты. Сначала мы выстроили логистику туда, куда идет машина, смогут ли волонтеры доставить в тот населенный пункт, а там разница 100 километров. И представляете, я не знаю, как мы за 8 часов это все собрали, это просто какое-то чудо. Лариса Валерьевна подключает предпринимателей. Нам несут сахар, чай, кофе, вот целый день поток вот этих... У меня слезы в глазах стоят, я говорю, как, как так может быть? Это просто чудо невероятное, просто вдруг раздается звонок. Звонит директор Саровского хозяина, он нам очень хорошо помогает, Денис Александрович, говорит, у меня сейчас машина находится в Нижнем Новгороде, тебе что нужно привезти? Я говорю, Денис Александрович, я говорю, ради бога, если сможете, в Дзержинске находится генератор. И у нас, знаете, какой момент, если сейчас кто-то из всей Нижегородской области вдруг положит его к себе в корзину, ну, это находился он в ДНС, то все, этот генератор встанет в резерв и нам его просто не отгрузят. Вот, то есть у нас прям вот чудо, если мы сможем его отхватить. Он направляет своего водителя, он успевает, он выкупает нам этот генератор за свои средства, а потом уже мы с нашего расчетного счета уже смогли эти деньги ему вернуть. И в течение дня этот генератор приезжает в Саров. В течение дня закрывается весь список потребностей. Я прихожу в ордер, там случайно просто в этот момент был директор этого ордера, он уже куда-то убегал, я говорю, девочки, подскажите, пожалуйста, как можно к руководству? А вот он. Я говорю, сделайте, пожалуйста, скидку ребятам, потому что все-таки мы средства граждан, как-то используем все. Он, вот это я вам так отдаю, вот тут вам скидка, берите, что нужно, вот это, вот это, все, с хорошей скидкой продал. Звоним в камуфляж, мы нигде не могли найти спальников, ребятам нужно было спальников много, потому что потребностям спать не на чем. Звоним, находим в магазинах камуфляж Людмиле. Пожалуйста, скидка, все, покупайте сколько нужно, то есть хорошая скидка отдает нам спальники для ребят теплые, да, минус там 10 или 15 градусов, то есть как раз сейчас там такая температура. Вот. И еще одна организация, Калаксон, звонит, мы готовы оплатить эти спальники. Вы понимаете? А у меня вот просто вот это чудо, вот когда вот так по цепочке все предприниматели, люди, граждане, когда вот просто сами звонят, у меня разрывался телефон. Я с 8 утра до часу просто я не могла встать, я бесконечно разговаривала с людьми по телефону, я познакомилась с такими людьми, с такими неравнодушными, с такими активными, и получается все включились. Это просто я бы назвала это чудо, это отправки, что мы машину загрузили настолько, я за каждую коробку просто водителя умоляла, говорю, возьмите еще, ну, пожалуйста, может быть сверху, ну, может быть как-то, потому что она уходила у нас просто битком. И когда ребята получили это все, они прислали нам видео приветы, благодарности, говорят, мы готовы вас, девчонки, расцеловать, вы сделали что-то невероятное. Мы все время говорили, что это, а, кстати, отправка-то шла нашим Саровским, нашим нижегородским ребятам, там стоят Мулино, там стоят нижегородцы, Саровцы, и именно туда и ушла вот эта вся помощь. Именно они и получили вот эту вот всю нашу гражданскую любовь и нашу вот эту поддержку и помощь. Вот такая у нас волшебная ситуация произошла в этот раз. В завершение, наверное, нужно озвучить, куда нужно обращаться, если вы желаете помочь, если люди хотят вам помочь. Наверное, ну, традиционно, наверное, на сайте православный Саров все есть, контакты. Там, да, это есть, у нас висит объявление и про расчетный счет, и если пасхальные дни милосердия, то тоже скоро вывесим объявление. Ну и плюс в контакте в нашей группе «Радость моя». Вот все, что касается отправок там вот со склада вот этого сбора помощи, да, то это больше на нашей группе. Кстати, я хочу сказать, вот мне многие люди задают вопрос, а мол, что вы, а вы теперь только военным собираете? Я говорю, нет. Поэтому нам можно по-прежнему приносить и помощь, которая для мирных, то есть наших малообеспеченных людей, которые там какие-то сложные обстоятельства попали, погорельцы или еще кто-то. Мы берем любую помощь от детей до взрослых, вот любая одежда, обувь, предметы быта и так далее. То есть обычная наша деятельность, Центра милосердия, коммунитарного склада, она тоже продолжается, да. Ну что же, спасибо большое, что пришли, рассказая о деятельности ваших волонтерских, по сути, организаций. Я желаю вам удачи. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Приходите в волонтерский центр, ищите информацию о том, как помочь нашим военным, и как этот сбор организован у нас в Сарове. Ну и мы с вами увидимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!